Здарова ребятушки, с вами Аладушки, также экзанима и также два апдейта, которые прилетели на экзаниму. Мы сейчас будем их лапать, щупать. Очень сильно поменялась менюшка. Поменяли курсор в менюшке, поменяли некоторые вещи. Ну, как бы, да, здравствуйте, тормоза остались, с этим ничего не поделаешь. Вот эта штука, она открыта? Фиг, да? Ха, открыта. Хорошо. Ну что, о, а ты кто такой? Сфера, шар с какой-то странной, с каким-то странным изображением. Поверхность, вроде как, меняется, когда ты на неё нажимаешь. Перерисовали, я смотрю, очень много чего. Появились какие-то сферы. Сферы, вроде как, были ещё в бетке, мне кидали скрины. Но, ой, блин, очень непривычно теперь всё смотрится. Хорошо, тут у нас штаны и штаны. Эти штаны, а, у нас кольчужные. Не-не-не-не-не, всё, в принципе, норм. Может, тут какая-то оружка ещё завалялась? Полочки пустые, да? То есть, мы сюда зашли за какой-то сферой. Вообще, у нас... Сейчас я вспомню. Карты помен... Ой, не то. Карта поменялась? Нет? Нет, карта у нас осталась... Ну, в смысле, вид карты. Понимаю, что сама карта не изменится. Мы сейчас вот здесь, в этой вот кладовой. Это оружейное, не оружейное. Так, погоди, а вот это что такое? Случайно не панцири какие-то? Оооо! Это нагрудники. Breastplate. Ну, причём, у меня получше будет. Но, я думаю, что нужно... Упс, одну уронил. Да, возьми. Я думаю, что нужно нашему друголю одну такую выдать. Ну-ка, equipment покажи. У нас есть вот такая кераса. У него... Слэш 2. Да, слэш тут получше. У него покрытие, конечно, меньше. Но, ладно, фартух тоже тут оставлю. Вот это я выкину. Перчи. Это, кстати, кольчужные перчи. Кольчужные перчи. Ладно. Попробуем не забывать всё, что у нас тут творится. Насчёт меча я пытался разобраться, пока я не знаю. Вроде как он куда-то делся. Я не уверен, что это моя вина. Ну, посмотрим. Ооо! Погодите, кольчужные рубашечки. Это нужно. Это я нашему пареньку отдам. Тяжёлая кольчужная. Погоди. Три. Два с половиной. Но... А-а-а! У меня просто хорошая кольчужная. Так, обычную кольчужную мы, наверное, оставляем. Я дам ему тяжёлую кольчугу. Она наполовинку получше будет, чем то, что у нас сейчас... Ау! Да. Лаги, к сожалению, с нами. Они никуда не... А, это просто такая комната. Показалось, что за проход. Но тут нет прохода. Это просто такая комната. А зачем я здесь? Ну, то есть, прям вот зачем? В этих... В них ничего нету. Прислали мне, да, скринчик с арены. Как дождь там поменялся. Как всякое такое. Насчёт новых стендов. Вроде как... Ничего нету. Кожные боты валяются. О, погоди. Это же меч. Ну, такой же, как у нас. То есть, я не могу сказать, что он лучше. А ты кто такой? Лёгкий гамбизон. Их там два, кстати. 2-1-2. Та, перестань, пожалуйста. Полтора, половинка полтора. Да, он не такой хороший. Нафиг. Но я так понимаю, что эта комнатка у нас чисто для лута. Я тут могу найти, вон, какое-то оружие дополнительное. Какие-то шмотки, кольчуги у нас лежат. Сейчас я вот так вот сделаю пока что. Наверное, мне нужно... Делать так же, как и в прошлые разы. Просто... Зачем ты её закрой? Брать... Скрин. Карты. Вешать её себе на второй экран. Я так и вас доставать не буду. Потому что я на неё постоянно смотрю. Я на неё не буду закрывать кусок экрана. Давайте поближе посмотрим. Тут из оружия ничего интересного больше нету. Ага! Long sword. С очень хорошим балансом. Вот что я мог почти пропустить. Иди сюда. Длинный меч. Баланс просто офигительный. Два с половиной... Два с половиной на два с половиной. Чё ты, блин... Эх... Это меч, покажи мне. Тьфу. У меня короткий меч. У него три на два с половиной. А короткий меч от длинного... Именно по длине отличается? Погодите. Ну, то есть, это же в названии, не? А, я не могу так сравнить. Ладно. То есть, у него на половину меньше рубящий... А, погоди, он двуручник, что ли? Всё, я тебя понял. Дай мне короткий меч обратно. И дай мне факел. Это же мой меч, да. Short sword. А что у меня на втором? На втором у меня... Да, вот это копьё нафиг. И сюда дай мне двуручника. Ну, то есть, вот так будем ходить. Супер. И теперь на R. Да. С освещением. Я, кстати, подумал о том, чтобы дать освещение нашему другальку. Погоди, а это куда? Да. Неплохо. Я при этом оказываюсь босиком, да? Это у нас по ножи два с половиной, полтора, два с половиной против сапогов. А, сапоги, кстати, хорошие. Сапоги, кстати, хорошие. Наверное, я пока что сапоги возьму. Лёгкие. А лёгкие у нас сколько будут давать? Ой, там щиты, кстати, неплохие. Ха, сундук тут стоит! Ёлки-палки! Сколько я всего пропустил? Нет, 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 нет. Давайте сапоги. И давайте, наверное... Так, эти поножи полтора-полтора просто идут лесом. Они не какущие. Вот эти поножи два-два с половиной. Вот эти поножи тоже идут лесом. Тут есть топорик. Я сейчас всё посмотрю, да. Ну, ты глянуть на него там не хочешь, например. Два с половиной у него машущие. Ну, как у меча, только у меча есть и проникающая атака. Есть булава. У которой очень хороший импакт дэмэдж. Понял вас. Короткий меч, ещё один. Который, наверное, будет для нашего друга Алька получше, чем то, что... Видели этот баг? Прикольно. Так, это у нас длинный меч. Короткий копьё. Я, наверное, тогда выбрасываю. Как бы, чувак, ну вот так вот сделай. Спасибо. Обычный меч я тогда тоже выбрасываю. Я знаю, что нужно держать чуть-чуть оружки на всякий случай. Так. Что у нас тут? Три. Три. Давайте я возьму вот это. Ты у нас... Короткий меч. Бил. Булава. Это клевец. Да, это молоточек у нас. С хорошим дробящим уроном. На тебе факелом по голове. А тут... А тут хорошие тапочки, кстати. Тут очень хорошие тапочки. Минуточку. Вот эта штука. Два с половиной, полтора. Два. А это у нас... Да. Значит, тапочки и поножи я сейчас выдам нашему молодцу. Иди сюда. Приоденем тебя немного. Да. Значит, вот эти сапоги идут к черту. На тебе тапочки. На тебе поножи. Хороший... Так, минуточку. Этот щит на три. Этот щит... Погодите. Он такой же импакт. Ну, ладно. Мне просто этот больше нравится. По-моему, у него больше покрытия. Так, теперь тебе, дружище, короткий меч. Хотя, погоди. Ты у нас ходил... А, ты у нас ходил с обычным мечом, у которого хороший проникающий эффект. На-на-на. Все, я шучу. Обычные мечи давай повыбрасываем. Они нам уже, скорее всего, не пригодятся. Ну и сапожки твои мы тоже здесь оставим. Все. Ты у нас вроде как неплохо одет. Тебе бы еще железный шлем. И вообще молодцом был бы. Хе-хе-хе-хе. А, да, шлемы. Мы там про шлемы говорили. У него маленькое покрытие. Два с половиной. Против моего... Да, у меня пока что зверский шлем. Я его ни на что менять не буду. Однако же тебе вместо кожаного шлема... Так, кожаный шлем я, наверное, тоже выложу, потому что их время безвозвратно ушло. На, держи. Тебе так явно будет лучше. Ну, то есть, тут защита прям... В отвратительном состоянии. Сделан из тяжелого металла и ржавый в отвратительном состоянии, но при этом лучше, чем кожа, поэтому... К черту. А, не все одинаковые? В поношенном состоянии. Погоди. А, есть получше. Очень поношенном состоянии. В отвратительном состоянии. Погодите. Два с половиной. Два четыре. Два с половиной. Два три с половиной. Два с половиной, два с половиной. Четыре. Четыре. А, так, так, так. Они разные, твари. Иди сюда, посмотрим, что у тебя. Что я на тебя наделал. Я что-то подумал, что они все одинаковые. Террибл кондицион. А ты у нас... Три с половиной. Почему вот этот в ужасном состоянии, у него защита... Импакт два с половиной, импакт два. Импакт два с половиной. Он в отвратительном состоянии, но при этом он лучше, чем большинство вещей, которые здесь. Хорошо. Сапожки обычные у нас. Сапожки... О, а тут что висит? Еще один короткий меч. Ну, я чувствую себя теперь, как леса в курятнике. Меня впустили полутать хорошие шмотки. Я сначала подумал, что тут что-то не так, но здесь оказалось больше, чем я думал. Так, слэш неплохой. Все, отлично. Я рад, что мы добыли ключик от этой фигни. Да, блин, хорош закрывать. Потратили немножечко на лут сейчас времени. Но! Теперь мы точно знаем, куда нам нужно идти. А идти нам нужно... Так, вот эти вот казармы мы облутали полностью. Мы, собственно, через них прошли, мы их облутали. Длинная комната, комната с судебными заседаниями. Это мы все уже видели. Спасибо, блин. Так, почему я постоянно правой кнопкой на это нажимаю? Что, блин, в этой со мной игре не так? Теперь, мы с вами были здесь. Мы можем пойти вот сюда. Я немножко успел подзабыть, кого мы поубивали, кого мы не поубивали. Так что, будем продвигаться не так уж прямо бегом. Это у нас выходит... А, нет! Это у нас комната с судебным заседанием. Все, нам туда тоже не надо. Получается, это место у нас... Ну, грубо говоря, полностью осмотрено. Ты кто такой вообще? Ты просто пустая тарелка, да? Хм, ладно. Кстати, поправьте меня, если я ошибаюсь. Но, по-моему, мы ни разу не видели здесь еду. То есть, у нас жидкости, которые поиспарялись. У нас... Постоянно тарелки, всякая тара валяется. Но мы никогда не видели здесь еду. И здесь... Если бы ты еще не застревал, пожалуйста, в стенах. Вот, знаете, нужно... Нужно такое сглаживание, когда человек вот рукой черпается об стену, чтобы он не застревал там этой рукой, а чтобы проходила анимация того, как он плавно такой протаскивает руку. И вот сейчас, смотрите, я застрею на ровном месте. Это очень неприятно. Хорошо. На складах мы, получается, тоже были. Мы не были в верхней части. Вот эти все места мы обошли. Так, нам нужно сюда. Большая комната со столами. А, да, тут у нас то ли хранили что-то, то ли готовили что-то. Окей. Получаем комнату и выход из уровня. Но выход нам нужен не вот этот вот, а выход. Вот, все, получается, мы всю карту уже облутали, обшмонали. У нас там не открыт один срез. В принципе, так-то фиг с ним. Мне он не думает, что когда-то понадобится, поскольку я играю без... Ну, относительно без бэктрекинга. Я стараюсь... Ау. Стараюсь не возвращаться на предыдущий уровень. Вроде как это получается даже. Нам сейчас нужно обратно в комнату с четырьмя... Пройди, пожалуйста. С четырьмя колоннами. Вроде как вот это выход, да? Вот, вот это. Да, да, да. Комната с четырьмя колоннами. Теперь. Нам нужно вот сюда, до упора. И потом вниз. Вниз отсек с кучей маленьких комнаток. Мы с вами в прошлый раз прошмонали там. Ничего нету. Выходит, что нужно... Нужно... Ой, блин. Зачем? А, ну правильно. Туда наверх это опять у нас выход. Я что, мог вот здесь пройти, что ли? Как тупо-то получилось. Смотришь... Да. Смотришь книгу, видишь фигу. Я мог гораздо проще пройти. Вот эта часть у нас открыта... А, погодите. Это у нас как раз есть единственный проход. Мы здесь везде уже были. Ну-ка, что у нас в этом сундуке? Вроде как ничего. Ну тогда мне кажется, что мы здесь уже были. Да, это то место, где я чуть не пропустил сундук и записку и всякое такое. Да. Здесь мы уже тоже находились. Тут тапочки у нас бесполезные. Суперски. Обратно, пожалуйста, на северное направление карту. Ага. Этот кусок залутан. Идем вниз. Но все сходится к тому, что у нас осталось не залутанным. Это у нас... Проход, погоди. В маленькие комнаты мы там везде были. Нам теперь в Г-образную комнату. То есть вот она. И ниже. Вот эти места мы с вами еще не обследовали толком. То есть сюда я забегал. Да, здесь видно, что дверь открыта. Где наш другалек остался? Чем там завис? Очень странно. Получается, из Г-образной комнаты... Ну, из буковка Г нам нужно вниз. И там будет такой большой зал. Вот это место я не трогал. А почему я его не трогал? Или я просто так вышел, что дверь за собой закрыл? Там ящик. Даже если я здесь был, я этого ящика раньше не видел. Так что все нормально. Меня интересует еще также хилка на этом уровне. Которую, мне кажется, я еще не видел. Потому что у меня только одна хилка с первого уровня. А мне бы хотелось бы, наверное, две. Всегда хочется на одну хилку больше. Ты у нас как себя чувствуешь? Эм... Да. Было... Бывало и лучше, но ничего серьезного. То есть его тоже уже немножечко покоцали. Это у нас маленькая плоская комнатка. Вот это я смотрел. Это выглядит очень интересно. Вот это место. Не каждый раз вот эти свечки сбивают. И мне кажется, что это не свечки, а свитки. Очень... Такое чувство, такое... А, свитки! А, нет. Да, кстати, насчет магии. Получается С... Да! Вот, контекстное меню С-шкой у нас вызывается. С-2. С-... С-... Ха! А как мне восстановить магию? Или она восстановится сама? Есть! Я научился пользоваться магией. Это я узнал, кто что думает. Магия. Пожалуйста, скажите мне, что она заканчивается... Что она восстанавливается сама по себе. Я не хотел бы потом бегать еще и с этим заморачиваться. Это мы видим, кто что думает и кто насколько спокоен. Ладно, потом надо будет еще раз почитать. Точно! С тремя дверями. Это у нас... Наверх нам не нужно. Вбок это у нас будет... Это тупик с сундучком. В сундучке у нас под шлемник, который нам, наверное, не надо. Маленькое интересное место. Наверное, я... Я что сделаю? Я, наверное, немножечко... Так. Север обратно верните мне. Мне кажется, я кусочки повырезаю, потому что мы много чего пробегали зря. Тут не заперто. Куда оно ведет? Просто в коридор? Нет, не просто. Погодите. А как мне отменить заклинание? Вот так вот, наверное, да? О, сундучок. С жилеткой. И мужичок с гармошкой, сундучок с жилеткой. Как мне вернуть мою манну? Она возвращается или нет? Я никак не могу понять. Оно так медленно все происходит? По-моему, все-таки возвращается, да? Да, возвращается. Хорошо. То есть, ее нужно расходовать очень бережно, потому что возвращается она медленно. Отлично. Отлично. Это выход в большую комнату. Ну, относительно большую. Оттуда будет вниз. Пойдемте, сходим. Я думаю, да, я кусочки... Раз вы уже это смотрите, с этого момента вы уже точно знаете, что я где, как нарезал. Потому что там не было ничего интересного, мы ни с кем не дрались. Ничего вроде как не находили. Но вот с этого момента можно бы и поподробнее. Ну-ка. Кольчуг. А, это туника обычная. Ложка. Вы знаете, есть вон люди, которые способны убивать других людей ложками. Но, наверное, это не я. Хотя, в принципе... Ну, ложкой можно выковырять глаз. Ложкой можно много чего сделать, это опасно. Опа! Здравствуйте! Привет, добрый день. Я как раз про тебя говорил. А ты от меня прячешься, да? А я про тебя говорю, а ты от меня прячешься. Ах ты же мелкая гадина. Так, это у нас маленькая баночка. Хе-хе-хе. Хорошо. Она была у нас в круглой... Ну, в закругленной комнате. Все, я понял. Теперь. Нас осталось не так много обшарить до выхода. А зачем мне сюда? Серьезно, зачем мне сюда? Там внизу будет шорткат к двери, которая... Которая к выходу. Но она заперта. И у меня вроде как даже ключа нету. Давайте мы зайдем, лутанем, если... А, погодите. Тут даже шортката не будет. Это просто место. Давайте тогда посмотрим, что здесь. Тут... Ножи, мыло, урна. Просто урна. Шприц. Гробы. Надо понимать, что здесь именно подготовка шла. Людей. Тут гробы не делали. Тут именно готовили людей к погребению. Поэтому столько инструментов, которые... Так, пусто. Суперски. Просто я вот в дичайшем восторге. Спасибо. Если вам кажется, что сегодня эфир заполнен иронией, то вам не кажется. Черт побери, заполнен иронией. Ладно. Ну, все. По идее, это ведет нас к выходу. У нас осталось две двери. Двери? Зап... О, это печки. Две двери запертых. Одна из них шорткат посередине карты. Вторая из них шорткат к началу карты. И мне кажется, где-то была еще запертая дверь... Какая-то полезная. О, погодите. А в той комнате я был? По-моему, нет. Ну-ка. Жаль, что тут нету двери. Я бы сходил таким образом. Было бы гораздо проще. Комната с углом. С угловым срезом. Мне просто очень интересно. Оно выглядит, вот это помещение, как, ну, грубо говоря, офисное. Да, оно закрыто к тому же. Я могу ошибаться. Ну, как бы, я очень часто ошибаюсь. С этим все нормально. Шла какая-то серия прохождений, я научился пользоваться магией. Ага. Это нифига не офисное. Тут есть, правда, шмоточки. Сейчас посмотрим, насколько это все будет полезно. По-моему, не очень. В таких местах у нас редко бывают полезные шмотки. Кольчуга, нет, туника. Чуть-чуть поизменили фигурки, детальки. И я теперь немного путаюсь. Это у нас просто банная комната, да? Она настолько банная, что тут даже зомби нету. Да. Не знаю, насколько она стоила возвращения. Ну, вернулись и вернулись. Это, по крайней мере, новая. Здесь мы не были в прошлой серии, это точно. Хорошо. Теперь по кругу и на второй с половиной этаж. Погодите. П. Это у нас успокоение. Вот это можно успокоить кого-то. Вот это доверие. Кстати, говорили, качайте по доверии. Я же его вроде как и качаю. На короткое время цель будет тебе доверять. Преданность. Вот. Нужно вот это прокачать. Будет круто. Это когда кто-то мне... Делаешь так, чтобы кто-то тебе доверял, а потом он будет слушаться твоих команд. Это у нас следующий шаг. Это прикольно. А вот это у нас запутать цель. Отлично. Ну, вроде как, все. Тут, на этом наши полномочия все, да? Вот эта дверка, это же просто туалет. Да, я просто хотел убедиться в этом. Все, дружище. Мы отсюда валим. И валим мы отсюда... Надеюсь, я правильно выбрал. Ау. Так сразу бегу перецепился, убился, к черту. Валим мы отсюда на кладбище. Как бы плохо это не звучало, да? Говорят, что я там пропустил что-то очень классное. И также говорят, что к этому классному не так легко добраться, как это, наверное, возможно было бы. Так что давайте посмотрим. Надеюсь, что я сейчас узнаю это место. Да, это оно. По вот этим факелам. Это есть оно. Там у нас очень крутой дядька скелет, который может нам нафигачить по голове неплохо. В прошлый раз я его убил абсолютнейше багом. Что мы будем делать в этот раз? Вроде как его и убивать-то не обязательно. Просто с него шмотки можно снять. И это был именно тот персонаж, с которого я снял свой первый тяжелый шлем. Поскольку сейчас я уже пришел с тяжелым шлемом. Ладно. Перекресток. Перекресток у нас... Если я правильно помню, что налево как раз будет это кладбище со скелетом, направо у нас проход... Мне вот что-то интересно. Мне же не нужно туда идти, правильно? И туда падать мне тоже не нужно. Давайте пойдем по старой схеме. Вроде как я в прошлый раз шел налево. Сейчас я хочу тоже. Можно будет попробовать немножечко магии на него повлиять. Не знаю, насколько это хорошая идея. И прямо, если я не ошибаюсь, тут у нас просто тупичок. Ах, я опять остался без карты. Ну не то чтобы остался. Можно намусорить немножечко у вас тут? От этой локации карты нет? Да, она в принципе маленькая. Я про то, что я сейчас попаду на третий этаж, а у меня опять не будет карты. Опять там плутать. Вроде как третий этаж это то место, где... Да, каменный сундук с... ботиночками. Почему бы и нет? Какая прелесть. Огромный каменный сундук с ботиночками. Так вот, вроде третий этаж это то самое место, в котором мы с вами встречаемся с детективом в первый раз. И если забрать у него печать и донести до конца игры, или что-то там такое, открывается новый персонаж, которого мы, собственно, открыли. Ну не до конца игры, нет. Мы же не прошли игру. Но забрать эту печать и что-то с ней... Там где-то как-то... Офигеть! Вот это вот подстава. Вот шлем. Так, погоди. Чем он с нашим? О, у нас покруче, кстати. Неплохо сделанный шлем в немного поношенном состоянии. А у нас офигительно сделанный шлем в почти что идеальном состоянии. Поэтому, да, у нас, конечно, шлемчик покруче, но вот эта кастрюлька будет очень неплохо смотреться на нашем другальке. Учитывая, какой у него шлем... Ха! А у него шлем, кстати, точно такой же, только покрытие поменьше. Я ему одену, потому что у этого покрытия больше. Но шлем у него точно такой же. То есть, это у нас хорошая кастрюлька. У него... Ну, теперь он тоже будет ходить с таким же козырьком. У нас еще и намордник есть. Блин, я чувствовал, что тут какая-то подстава, может быть. Не то, что подстава, а вот именно что-то запрятано. И опа, там запрятан шлем. Давайте теперь аккуратненько с факелом. Здесь еще раз пройдемся. Ау. То есть, в огромный сундук вы ложите тапочки, а в заныканную щелку вы ложите шлем, который, в принципе, в разы лучше. Опа! еще один легкий шлем. Он, кстати, легче немножечко, а по статам... Кстати, а что у него по статам? Ну-ка... Да, возможно, вы можете сказать, что у меня сейчас память, как у рыбки. Да, и по статам он немножечко похуже будет. У него неудобства поменьше, согласен, но по статам он чуточку будет похуже, поэтому, наверное, нет. Но это, опять же, то место, где можно найти себе два хороших шлема. Офигеть. Что нас еще тут ждет? Вот эта центральная часть тут точно ничего такого не будет у нас? Хо! Я не тяну время сейчас, мне просто реально интересно. Я пытаюсь выглядеть что-нибудь. Так, ладно. Вроде как центральная часть у нас зачищена. Там за шкафы никак пройти нельзя? Ха! Можно, что бы нет-то? Что же нельзя-то, если можно? Погоди. А, туда нельзя. То есть... А вон... Да, туда я тоже подняться не могу. Он падает. А в эту сторону? Просто мне в прошлый раз показалось, что я довольно неплохо зачистил это место, а потом мне такие говорят, чувак, ты пропустил что-то очень важное, что-то очень нужное. и я сейчас постараюсь быть повнимательнее. Как вы видите на примерах этого шлема это получается. Хорошо. Пойдем к скелету. Ну, я вижу то место, да. Но... Но... как туда попасть. Дорога-то только сюда идет. И она причем идет от этого места. Пожалуйста, не упади здесь. Ух, вот я сейчас немножечко это пересрал. Он так близко к яме прошел. Так, тут у нас поворот. Я пытаюсь в голове потихонечку рисовать карту. А... Ничего там не припрятано случайно? Если я сейчас застряну, это будет просто фиалка. То есть... О! Папапапапам, погоди. Суперски. Чего я могу дальше прокачать? Unavailable, unavailable. sexual. Блин, у меня все недоступно так-то. Вот я лень! Черт! У меня нет, у меня не прокачан навык. Теперь, пока я физический навык не прокачаю... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Нет, 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 нет. я нет собирался сказать папа о нет п нет к что это блин как это этаж ее прст в смысле раньше комбат вы реально туда луки добавите так инсайд у меня никакой не прокачан мне нужно инверсию к откуда я откуда я снял не подскажете так стоп инсайты концепция концентрающим так на концентрации нам нужно вот эти две в первую очередь потом значит вот эту полностью не качать вот эту полностью не качать у меня тут есть просто шпаргалочка как это все выглядит хорошо теперь п и требуется инверсия к боли тоже а раньше комбат пока что недоступны щилд пока что недоступны инсайт я могу погодите это у нас version уже выбрана ну так она у нас уже есть или я что-то не понимаю продолжительность 3 она мне нужно вроде как нужно от это абстракция абстракция мне тоже нужно погодите мне вот это нужно еще скачать как это теперь все происходит ладно ждем уровня потому что здесь я пока дальше вкачиваться него что не могу нужна инверсия на вроде как она выбрана но не прокачана так я понимаю а это было немножечко пожалуй глупо с моей стороны так разбраска но не то чтобы разбрасываться вместе навык который я не могу в кинуть а там там рычаг с другой стороны я заметил его контура видите вот так вот если посмотреть видно что там с другой стороны рычаг то есть туда можно попасть только не не через эту дорогу как-то по-другому а как я хочу туда попасть но я при этом хочу пожалуйста не убиться если это возможно так вот кладбище собственно то самое местечко тут вроде светло то есть он его просто рубит нет он к нему упал теперь я упал я его убил это отвратительное место чтобы драться так мы его закатали зачем мы его закатали во первых у него шмотки то есть перчи сапоги так но я так понимаю что это все лучше будет чем нашу минуточку если мы оденем полный комплект я имею ввиду это что а это на ого ого погодите 21 полтора не то какая туника погоди да это прям лучше три полтора два три с половиной полтора два с половиной так и шлем пока девата что такое а это это не то получается что мы с него неплохо так оделись так насчет наплечников еще посмотрим насчет всего остального нас он не сильно потрепал я больше опасаюсь за нашего друга алька и я еще выйти отсюда хочу пожалуйста а и у него еще и двуручник такой как пьяный выйди пожалуйста хух так что у тебя по жизням получилось отвратительно амна твой это ол круто держи пусть на него немножечко подействует так у нас есть лопата я ему по ногам ударил очень неприятно ой ты лопаты и драться можно я забыл уже об этом на твой это ол давай мы тебя пока что приоденем и так наплечники у тебя из чего пол 21 полтора а точно такие же нафиг нафиг меч мечты уронил до который пока тип праймари даем тебе вот этот меч поручи наручи так перчатки это у нас тяжелая кольчуга блин надо было тебя и сразу одеть читает упал ну хорошо тапочки 211 у тебя два полтора полтора лучше суперски перчатки перчик который тебе сейчас вообще никакущие так два с половиной 12 вот эти один пожалуйста спасибо эти к черту наручи такие наручи таки наручи пока что а это у нас а оделась хорошо так да битва у нас получилась отвратительнейшая просто ну-ка как себя чувствуешь о было лучше но ничего серьезного суперски дружище у тебя что там у тебя еще осталось тяки раз оставалась до которая неплохая давай-ка я ее заберу попробуем сейчас примерить шлем у нашего бродяги так хорош а вот это вот что тебя два с половиной полтора два три полтора два да это лучше и у нее еще покрытие лучше суперски то есть мы разобрали скелетика очень удачно что-то нам пришло что-то ему пришло с моими жизнями я наверное даже доволен так как пока все выходит меня не особо побили но он в основном желтый урон наносил потому что у него не было хорошего замаха а нашего друга алька он конечно покалечил сильно еще и я под конец ему там ногу попытался отрубить что было не очень хорошо с моей стороны черт ну-ка ты у нас как себя чувствуешь ангут это вы это вылечило его на полную ну то есть судя по тому как он говорил что мне совсем не хорошо я же так понимаю что он не говорит про состояние красного своего здоровья да а вот поэтому я думаю что это это того стоило баночку такую использовать до свидания баночка хотя не хочу с тобой я хочу еще тебе поносить потом посмотрим что получится из этого всего все дядьку мы этого завалили единственное что плохо то что мы с ним бодались в могиле и это стоило нам очень много жизни и мне нашему другалю но с другой стороны я его фигачил двуручным мечом так как мне эту штуку получить которая вон там но это же невозможно наверное дверь есть только с другой стороны дверь есть только с другой стороны это мы назад сейчас идем да погодите а вот это что такое вот это вот это что такое а нет туда нам не надо мне кажется что если я туда упаду я сдохну к черту у вас нет такого ощущения как мне туда попасть можете мне запросто об этом писать в комментах я буду рад потому что с другой стороны там рычаг то есть я могу оттуда выйти по-человечески но зайти туда по-человечески я не могу так у скелета мы побывали тут дырки на поверхность что интересно туда я пройти тоже не смогу знаете было бы гораздо интереснее целесообразнее исследовать если бы если бы все-таки была хоть какая-нибудь малейшая возможность сохраниться пусть это была бы какая-то редкая колба которую ты выпил и можешь сохраниться чтобы ну например как в том же Fear and Hunger когда ты находишь книгу просветления то есть у тебя хоть какое-то малейшее управление своим же сохранением есть твою за ногу как ты ай я забыл что там еще скелеты вообще-то больно чувак ты его завалишь не я его завалю хорошо у него баклер нагрудник шлем шлем кстати неплох не буду брать он тебе сильно накостылял не ну-ка все хорошо то есть он в принципе не особо способен нам сильно пробить я не заметил добавлен добавил ли он мне красного урона и не так это выход уже до а это выход к третьему к третьему да это выход у нас к третьему уровню хорошо вернемся у нас осталась маленькая баночка хпшки на всякий случай чуть-чуть восстановить я так понимаю что этот скелет был у нас просто стражем на выход да страж на выход погодите а вот туда и тогда это что я чуть-чуть не чуть-чуть запутался что за место брата те я тут вроде не был а тут у нас прям броника хорошая три с половиной у нас это прям дает полных четыре дофига покрытия и да она во всем лучше во всем лучше это безрукавка согласен но она во всем лучше чем наша поэтому наши мы сюда сейчас складируем хорошо мы неплохо закутались в броню на третьем этаже на третьем этаже вроде как у нас еще зомбаки да на четвертом у нас уже пойдут полностью скелеты на третьем этаже у нас то ли зомбаки со скелетами то ли просто зомбаки мне кажется что третий этаж у нас еще относительно лайтовый там у нас будет конечно как таковой детектив который нам немножко подпортит жизнь или нет в прошлый раз там вообще это это девушка раз уж на то пошло я ее в прошлый раз завалил очень легко а мне потом такие типа чё чувак а если чё серьёзно ну я просто не знал кто это не сработал фактор страха потому что обычно когда ты боишься большого соперника например чуваку я боюсь и поэтому мне с ней будет не так комфортно сражаться а вот эту штуку ну окей ну какая-то деваха прибежала но я ее как-то завалил как бы чёрт с ней так не бегаем кстати а вот это а тут доски разбираются кстати тут можно запросто упасть ёлки-палки да и там можно свалиться не особо напрягаясь вот это местечко я особо не люблю вообще учитывая как как закончилось первое прохождение у меня небольшая аллергия на падение и на все что с ними связано так пойдем глянем эту сторону она вроде как у нас тупиковая там не должно быть ничего такого особенного да стоило просто чуть чуть дальше пройти чтобы заметить что мост здесь развален все тут у нас ничего нет хорошо тогда давайте я думаю что 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 мы закончим вот примерно вот здесь на входе туда мы сходили там тупичок у нас получается даже не на входе закончим а закончим на вот этом вот месте сейчас на вот этом вот месте и как нам туда пройти и как нам попробовать по крайней мере я не знаю если вот здесь вот пойду вперед я убьюсь к черту или нет или я смогу как-то вот это вот выглядит вот это место выглядит как будто по нему можно подняться или нельзя честно говоря если бы мы говорили про загадки я думал бы что как-то связано с одним факелом что тут появится какой-то мост еще что-то я не знаю туда можно попасть или вот как-то через пропасть или как-то изнутри открыв рычаг а как это сделать изнутри я не знаю пишите ваши соображения пишите что как где я с удовольствием выслушаю отвечу на этом давайте наверно заканчивать потом уже нас кроме этого сундука там ничего не осталось потом уже пойдем на третий этаж на 3 3 этаж нас будет как бы меньше 1 нас вроде как самый большой был 2 поменьше 3 еще поменьше на третий этаж сунемся попробуем но не попробуем мы его исследуем найдем к нему карту найдем там хилочку дойдем до портала не обязательно что все это произойдет в одной серии но это случится рано или поздно вот и в общем то все спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодушек и всем покеда а а а а Субтитры подогнал «Симон»